В доме Белого Аиста постоянно сегодня живут четыре особи. Потомство, правда, пока дают только Руслана и Гоша. А вот Мартин и Марта уже который год только присматриваются друг к другу. И пока не решаются накладку яиц. Кстати, Аисты, считающие себя парой, издают характерное потрескивание клювами. И делают это в унисон, чтобы рассказать всем о своей взаимной любви. Прилетают сюда и дикие гости. Для них устанавливают специальные высотные гнезда. Потребность эта существовала уже давно. И гнездо у нас здесь было. Вначале у нас везде стояли шестиметровые гнезда. Потом оказалось, что для Аистов они слишком низкие. Одну опору нарастили до 12 метров. Оказалось, что это хорошо, что Аисты тут же ее заняли. И вот ту опору, которая сейчас находится рядом с нами, ее решили тоже нарастить. Давать потомство Аисты по птичьим меркам начинают поздно. Только по достижению трех лет птицы начинают брачные игры. Причем белые Аисты моногамны. Самец и самка могут зимовать в разных странах. А уже на время гнездования встретятся в условленном месте. А еще птицы разделяют заботы о потомстве. По очереди насиживают кладку и вместе кормят птенцов. Как правило, они годом раньше, перед началом размножения, находят себе место для гнезда. Его там строят. Или находят готовое гнездо, не занятое. Его все равно подстраивают, ремонтируют. И только потом, на следующий год, уже приступают к размножению. Вот такой вот у Аистов ответственный подход к созданию ячейки птичьей популяции. Кстати, местные жители такому соседству рады. Говорят, аура у них какая-то особая. С момента проживания птиц количество детей, рожденных в поселении, действительно у нас увеличивается. Это заметно по первому классу в школах села Кораблиной, села Выжгород, также в детских садах. В 2023 году в первый класс идет практически ровно в два раза больше детей, чем их шло в 2021 году. Кстати, у легенды о том, что Аисты приносят младенцев, несколько версий. Одна из них гласит, что в эпоху язычества и средневековья было принято жениться во время ежегодного летнего солнцестояния. Как раз в это время Аисты начинают свою ежегодную миграцию, а возвращаются весной ровно через 9 месяцев. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Продолжение следует...